Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. С 21 июля в аэропорту Наринмара установлен пост эпид-контроля для пребывающих в округ и за его пределов. В первый день работы эпид-поста пассажиров московского рейса встречала наша съемочная группа. Эх, дороги в поселениях Ненецкого автономного округа их немного. Каждая на вес золота. О дорогах Воксина и Хангурея расскажем сегодня. Новые гаражные боксы для 15 единиц специальной дорожной техники будут построены до конца сентября на производственной базе Наринмарского автотранспортного предприятия. И в начале выпуска информация об эпидемиологической ситуации в Ненецком автономном округе. По данным официальной статистики, в регионе выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19. 8 человек выздоровели. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс и результатами исследований методом иммуноферментного анализа, находится 238 человек. Из них стационарное лечение получают 60 человек, амбулаторное – 178. С начала пандемии проведено более 30 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. За последние сутки – 148. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоят 593 человека, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует обязательный масочный режим в общественных местах. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Ненецком округе участились случаи ввоза коронавирусной инфекции из-за пределов округа. За последнюю неделю таких случаев стало фиксироваться в два раза больше, чем за предыдущую. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Власти вынуждены были организовать в пунктах прибытия в округ посты эпидконтроля. В первый день работы такого пункта в аэропорту Наринмара побывала наша съемочная группа. С 21 июля в Ненецком округе открылись посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара и в трех сельских поселениях – НИСИ, ОМИ и Пёше, имеющих прямое авиасообщение с Архангельском. Эпидконтроль вводится также на причалах барж, прибывающих из коми республики. Соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Эта мера направлена на защиту населения Ненецкого автономного округа от завозной инфекции. С той инфекцией, которая распространяется внутри округа, мы прекрасно справляемся, у нас здесь проблем нет. У нас есть прогнозы, у нас есть программа лечения жителей, которые болеют. А вот люди, которые приезжают к нам, мы не можем прогнозировать, сколько человек из них приедут с коронавирусной инфекцией. В первый день работы эпидконтроля наша съемочная группа встречала пассажиров рейса, прибывшего из Москвы в аэропорт Наринмара. Прибывающим в регион гражданам необходимо предъявлять документы об отсутствии COVID-19. Это может быть сертификат о перенесённом заболевании, который формируется на портале госуслуги, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. Справка о наличии антител не входит в данный перечень. Она не будет учитываться в качестве документа, подтверждающего отсутствие COVID-19. Безусловно, правильно то, что сделали, то, что ввели в вакцинацию и сертификат, и то, что нужно сдавать ПЦР-тест по прилёту, потому что это предотвращает распространение коронавирусной инфекции и защищает наших близких и родных от такой страшной болезни. Я сама являюсь врачом, к вам приехала в гости с Москвы. Насчёт вот этих всех контрольных тестов, я к этому отношусь очень положительно. Я сама прошла вакцинацию, потому что очень-очень много, к сожалению, людей, которые заболевают. И поэтому вот этот контроль, который здесь проходит, я считаю очень важным, потому что, чтобы люди дальше не распространяли инфекцию и все были здоровы и счастливы. Предъявляемые в пунктах прибытия документы также проверяются на соответствие их подлинности. Потому что и в нашей стране, и в Ненецком автономном округе есть случаи, когда предоставляются справки поддельные. Выявляют подлинные справки сертификаты сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-профилактических мероприятий. За данное преступление человек, который приобрёл или изготовил липовый сертификат, понесёт уголовную ответственность. Гражданин, приобретая и используя подтверждающий вакцинацию документ, несёт ответственность согласно части 5 ст. 327 УК РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов или арестом на срок до 6 месяцев. При изготовлении сертификата о вакцинации предусмотрена ответственность, согласно части 1 ст. 327 УК РФ, В аэропорту Наринмара также организован пункт ПЦР-тестирования для тех, кто прилетел в Наринмар без соответствующих документов. Тесты платные. Оплатить их можно только по безналичному расчёту. Наша съёмочная группа стала свидетелем того, как один из пассажиров был готов пройти тестирование в зале прилёта за наличку, но не смог. Получил предписание об изоляции. Результаты теста после забора материала в аэропорту будут готовы уже на следующий день. В связи с введением эпид-контроля для прибывающих в округ, глава региона дал поручение профильному ведомству снизить стоимость теста с 1 400 рублей до 1 000. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Антон Водряков. Телеканал «Север». На территории производственной базы Наринмарского АТП началось строительство гаражных боксов для специальной дорожной техники, переданной муниципальному предприятию в мае текущего года из окружной собственности. Как пояснили, в Наринмарском АТП на территории производственной базы предприятия не было гаражных боксов, где можно было хранить 15 единиц специальной дорожной техники. Поэтому было принято решение о строительстве. Подрядчик, согласно контракту, должен выполнить все работы до конца сентября. Их стоимость составляет 3 750 000 рублей. Современная техника, предназначенная для укладки асфальтовых покрытий, была приобретена в 2019 году и использовалась на строительстве дороги в Красное. В перечень технических средств входят фреза дорожная-самоходная, асфальтоукладчик автогудронатор, два катка оплавильно-заливочная установка, аппарат для разогрева швов и очистки стенок, трещин и еще 9 единиц дополнительного оборудования. Этот набор дорожной техники позволяет выполнить работы по обустройству новых или ремонту старых асфальтовых дорог. Автопарк Наринмарского АТП ежегодно пополняется новой техникой. В текущем году на городские маршруты вышли два новых автобуса большего класса. Они оснащены откидным механическим пандусом и дополнительной системой отопления специально для эксплуатации в условиях Заполярья. Вмещают не менее 100 человек. Предприятие приобрело пассажирские автобусы в лизинг. Их цена более 25 миллионов рублей. За последние четыре года Наринмарское автопредприятие обновило автобусный парк на 30%. По словам директора АТП Виктора Калюжного, необходимо ежегодно закупать как минимум по два новых автобуса. Тогда будет сохраняться необходимый уровень качества и безопасности автоперевозок. Кандидаты в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 221 продолжают подавать документы на регистрацию в избирательную комиссию Ненецкого автономного округа. 21 июля документы на регистрацию в окружной избирком сдал Андрей Смыченков. На 33-м съезде ЛДПР он был выдвинут партией кандидатом в депутаты Госдумы по Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221. Андрей Смыченков – депутат окружного парламента, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, культуры и спорта, руководитель фракции ЛДПР в собрании депутатов Ненецкого автономного округа. Шесть кандидатов от шести политических партий на сегодняшний день подали документы в избирательную комиссию Ненецкого автономного округа. До 23 июля, до 24.00 мы еще принимаем документы от кандидатов. Затем закон дает 10 дней на проверку документов, на проверку всех кандидатов. Мы проверяем с помощью федеральных органов гражданства вопросы наличия и отсутствия судимости, вопросы, связанные с профессиональным образованием и ряд других еще аспектов. И окончательно принимаем решение о регистрации, либо об отказе в регистрации не позднее 4 августа. То есть после этого дня мы уже с вами будем понимать состав списка кандидатов по бюллетеню по одномандатному избирательному округу номер 221, территория которого совпадает с территорией Ненецкого автономного округа. Летняя пора – это время ремонтов и благоустройства в населенных пунктах округа, в том числе и дорог. Особенно остро проблемы с перемещением от одного конца поселения в другой обстоят в деревнях и селах. С прошлого года жители поселка Хангурей жалуются на неудобства, связанные с ремонтом центральной дороги. Александра Леткова расскажет подробнее. История строительства дороги Лежневки в поселке Хангурей началась в 2003 году. Тогда из-за особенностей почвы, таких как вечная мерзлота и болото, было решено уложить центральную дорогу бревнами. Тогда это вполне устроило местных жителей. Этой дороги подсыпкой занимался и колхоз Нарьянаты, и муниципальное образование подсыпкой-шлаком. Но специфика почвы такова, что это все уходило в землю, и опять каждый год приходилось этим заниматься. Вот когда построили в 2003 году дорогу Лежневку, вопросы у нас снялись сами по себе. За много лет Лежневка отслужила свое и, само собой, встал вопрос о ремонте поселковой дороги. Сразу после реконструкции жители Хангурея начали жаловаться на неудобства при передвижении, особенно на транспорте. Это бревенчатое покрытие на центральной улице поселка Хангурей было застелено год назад. Понятно, что ходить по нему пешком не самое простое занятие. Впрочем, сделана она была не для людей, а для того, чтобы перевозить грузы. Прежде всего, данная дорога необходима для нормальной работы тяжелой техники, которая завозит в поселок топливо, дрова, стройматериалы, а также вывозит мусор. Осенью 2020 года администрации Заполярного района было принято решение завести в Хангуре щебень и в качестве эксперимента засыпать участок дороги. Ситуация немного улучшилась. Если без подсыпки представляет собой только голое бревно, что не устраивает жителей поселка. Если применить вот этот вот метод подсыпки в дальнейшем, она наполовину уже сделана, то я думаю, что население будет устраивать эту дорогу, будет население довольна. В этом году администрации Пустозерского сельсовета удалось закупить щебень за счет средств Дорожного фонда Заполярного района. И часть лежневки уже засыпали. Этих средств у нас недостаточно, и поэтому подготовлена смета, будет включена в бюджет 2022 года и будут проведены в дальнейшем работы по подсыпке щебнем. Конечно, мы понимаем, что действительно людям неудобно сейчас по такой дороге кататься. Что касается административного центра муниципального образования, то в селе Оксино этим летом построили временные мостовые и уложили центральную дорогу бетонными плитами. В рамках благоустройства у нас сделаны съемные мостовые до общественной бани. Также были отремонтированы мостовые и построены новые мостовые в Оксино. Ремонты были сделаны и в Хангурее. Местные власти готовы и всегда рады благоустраивать села. Но, к сожалению, все упирается в недостаточное финансирование сельских проектов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Департаменте природных ресурсов экологии АПК Нинецкого автономного округа подвели предварительные итоги экологической акции «Нашим рекам и озерам. Чистые берега». Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Округ присоединился к всероссийской акции «Нашим рекам и озерам. Чистые берега» 16 июля. В тот же день прошел главный субботник акции. На уборку берегов Наринмара и поселка Искателей вышли органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ТОСы, предприятия и организации округа. Участниками акции стали более 400 человек. Они собрали более 120 кубометров мусора, очистив порядка 15 километров водоохранных зон. Акция на территории Нинецкого округа продлится до середины сентября. Тогда и будут подведены окончательные итоги. Сейчас к проведению экологических субботников подключаются окружные села и недропользователи. На уборку берегов уже вышли жители Пылемца, Андига и Тошвиски. Ежегодная акция «Нашим рекам и озерам. Чистые берега» направлена на улучшение экологической обстановки и проводится во всех субъектах Российской Федерации. Участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега от грязи, мусора, отходов, производства и потребления. Жители Нинецкого автономного округа традиционно принимают в ней участие. Так, в 2020 году на уборку водных объектов вышли 997 жителей округа. Они очистили порядка 68 километров берега и собрали 1077 мешков отходов. По итогам проведенной в 2020 году акции регион занял 17 место из 85 субъектов Российской Федерации. Для сравнения, годом раньше только 40-е. В Нинецком округе учредят День реки Печора. Идею, предложенную региональным отделением политической партии «Единая Россия», поддержал глава региона Юрий Бездудный. В своих соцсетях губернатор Нинецкого автономного округа объявил о начале сбора предложений от жителей региона о дате проведения Дня реки Печора. И уже поступили первые предложения – июль, август, сентябрь. Идею в рамках экологической акции «Нашим рекам и озерам чистые берега» озвучил председатель рыболовецкого колхоза «Заполярье» Михаил Кисляков. У нас есть такая сказительница Ремьяна Голубкова, у которой есть очень хорошая книга, называется «Река Печора». Так вот, мы предлагаем установить День реки Печора, чтобы он был общий окружным, чтобы он касался всех рек нашего Нинецкого автономного округа, чтобы мы могли в этот день думать об этой реке, заботиться о реке. Это наша кормилица. Отсюда пошёл наш Нинецкий автономный округ именно от реки Печора. И мы должны о ней заботиться, очищать её берега, в первую очередь беречь эту реку. Сегодня реке Печора главной водной артерии Нинецкого автономного округа требуется не только чистота её берегов, но и дно углубления, а также экологическая безопасность её вот на всём протяжении водной артерии. Это 1809 километров. Река Печора берёт свои истоки в юго-восточной части республики Коми. Ниже, в районе Наринмара, река образует дельту шириной около 45 километров и впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Мы должны вместе с нашими недропользователями устанавливать систему мониторинга за нашей рекой, за её частотой. Как вы знаете, у нас происходят различные технологические катастрофы, которые влияют на экологию реки Печора. Мы должны за этим тщательно следить. Кстати, в некоторых субъектах Российской Федерации установлены не только официальные даты для главных рек в регионах, но и памятники. Так, памятник реки Томь установлен на набережной в городе Кемерово на Кузбассе. В городе Рыбинске Ярославской области установлен монумент реке Волга. Красавица Лена, так называется, трёхметровая скульптура, установленная на набережной реки Лена в городе Олёкминске, республике Саха, Якутия. С 15 июля Пенсионный фонд начал принимать заявление на новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Согласно указу президента номер 396 от 2 июля 2021 года, семьи с детьми могут получить единовременную выплату на каждого ребёнка. Право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 лет. При условии достижения ребёнка возраста 6 лет не позднее 1 сентября. То есть 6 лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года и до достижения ребёнка в 18 лет на дату вступления в силу указа. То есть до 3 июля 2021 года должно исполниться 18 лет, не старше. Кроме того, выплату могут получить также лица с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общепрозавательным программам. Самое главное условие – дети и родители, а также попечители, опекуны и усыновители должны быть гражданами России и проживать на территории страны. Те, кто в прошлом году выплаты на детей не получал, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления, причём независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату, в прошлом году всё намного проще. Самый основной канал – это госуслуги, поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеются заявления, заполненные практически, сведения о которых нужно в заявлении просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус. Поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда. Подать заявление можно до ноября текущего года. Перечислять выплаты пенсионный фонд начнёт после 16 августа и до 31 декабря 2021 года включительно. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.